Девочки, всем добрый день! Посмотрите, мой антуриум, красавец мой антуриум! А на улице у нас красота! Такой шикарный двор, что заснежено, как в сказке. Смотрите, антуриум даже вот, новый листочек лезет. Видите, какая прелесть. Голубей вот кормят здесь все время соседские бабки. Короче, день начался, время 12, я уже встала, уже позавтракала. И сейчас начинаю готовить. Конечно, не с утра, время уже 12 часов, 2 минуты первого. Сейчас буду варить картошечку, захотели мы, и жарить киту. Киту вот уже почистила, порезала, приготовила жарить. И картошку просто целиком сварю. Ну, пополам порежу, а потом ее сделаю зеленью и под рыбку. Она, думаю, будет вкусненькая. Уже, видите, поначистила сколько. Продолжаем, продолжаем, не отвлекаемся. Вот наша кита. Все, я ее тоже ставлю. Здесь у меня картошечка. Шумит плита, шумит посудомойка, моется. Картошечка готовится. И рыбка. Я ее обмазала специями, перчиком, посолила и всякими специями. Вот теперь ее буду жарить. Без всякой муки жарю, не обваливаю рыбку. Со всех сторон, со всех четырех сторон я ее подрумяню. Ну, а потом вместе будем кушать. Ребятки, посмотрите, какой у меня красивый обед. Картошечка. Рыбка кита. Тут куча чеснока. Хотела морковку с чесноком потереть. Каштан все магазины прошел. Все пятерки, все монетки, все магниты. Нету картошки. Ну, сегодня суббота, все, привоза нету. Ладно, что делать. Имбирь. Вот такой вот хлебушек я люблю. Всякие разные, с семечками. Хлебушек у меня горячий и сухой. Я его в тостере обязательно. Приготовила еще себе чили. Смесь. Ну, соль, естественно. И чаек сниму на мое ведро. Чай пью только Гринфилд. Вот только Гринфилд пьем. И только Кения. Ну, еще с черносливом Гринфилд люблю. Ну, в основном кенийский. Короче. Короче, ребятки. Пока все горячее, сажусь кушать. Вкуснотища, надеюсь, несусветная. Все, кто трапезничает, всем приятного аппетита. Привет, ребята. Понедельник. Ха-ха-ха-ха. Как я люблю это. Издевательский понедельник. Началась рабочая неделя. О, все. О, все, ребята. Погнали работать. Я тороплюсь. Мне надо забежать на почту. У меня пришла посылочка. Мои новые шикарные серьги пришли. Ну, как шикарные. Я надеюсь, что шикарные. Слушайте, такое впечатление, что у меня тут катушки. Смотрите, какой трикотаж странный, да? Хотя кофта новая. Представляете? Что это за нахер? Так, смотрите, какие я купила мужу резиновые сапоги. Меховые. Тут балонька. Так, это, знаете, ну, когда вот на ремонте стоять, вот, не грязно, чтобы там, чтобы хорошую кожу, но обувь не портить. Они стоят всего 950 рублей. Ну, правда, он вот такое вот не любит, вот это дело. Ему надо, чтобы настоящая резина была. Ну, зато они по-секе удобные, коротенькие. Архангельский завод резиновая обувь. Представляете? И в спецодежде купила ему нательное белье. Стоит оно 1600, по-моему, я не помню. Короче, я не помню. Но оно такое, зимнее. Подштанники. Сейчас он уезжает. Вот на пару дней приехал, подремонтировался. И такая вот кофта. Всё такое тёплое. Мне нравится, что кофта вот с такими вот рукавами. Обычно, знаете, просто вот рукав отрезанный, как на тельняшках. А тут удобно, что задираться не будет. Он сказал мне в машине сидеть в самый самолёт. Так, я же не показала свой новый джин-пирочек. Почему-то он так смотрится, только некрасиво. Так, смотрите. Какой симпатичный. Ну, я, как всегда, никакие юбки не ношу. Но у меня лосины. Какая может быть юбка? Он такой вот, видите, вещь тут раскрытый. Поэтому я его застегнула на брошку. Он прямо от ворота вот так вот распахивается. И я думаю, зачем вдруг распахнётся там мои эти жиры. Короче, вот так вот. Сегодня я вот такая пойду синенькая на работу. Синенькая, наряденькая. Всё, ребята, поскакала мне на почту ещё. Мне ещё на почту забрать свою посылку. Ой, без очков я вообще никого не вижу и ничего. Короче, приду в магазин. Если получу сейчас посылку, успею. Всё покажу. Самое главное, ребята, я вам забыла сказать. Поздравляю всех с началом рабочей недели. Хватит лежать на диванах, вливаемся. В рабочие моменты. Потому что, как говорится, зарплату ещё никто не отменял. Без неё жить. Как без воды. Иди туда и не сюда. Поэтому все пошли работать. Всё, до свидос. Девочки, забыла. Не то, что забыла. Обещала показать на работе. Но сегодня был приём товара. Сегодня я до конца рабочего дня даже ни разу не села. Не то, что там что-то снимать. Во-первых, было очень много покупателей. И во-вторых, очень много пришло товаров. Это нужно всё артикулы, ценники, всё развесить, компьютеры. Я даже не успела сегодня. Вот хочу вам показать, какие мне пришли сережки. Села померить давление. Специально положила вот на эту икеевскую подставку для телефонов. В плане того, чтобы показать, какие они большие. Посмотрите, какие шикарные серёжки. Они просто отменного качества. Отсвечивают. Вот так пусть лежат. Они отменного качества. Они просто шикардосные. Большие, крупные. Вот такие сережки. В общем, что я заказывала, какие я выбирала, то мне и пришло. Сейчас другие покажу. Очень, очень, о, как кошка меня испугала. Слышите, как кошка заорала? Девочки, это следующие серёжки. Это ювелирные бижутерии. Они недешёвые. Это не из китайского сайта. Посмотрите, какие они красивые. Они, правда, тяжеловатые. Ну, они того стоят. Мне очень подходят длинные сережки. Очень подходят. Ну, конечно, они, как я люблю говорить, не за хлебушком идти. А, ну, в каком идёт? Ну, 23 февраля. Мы решили в этот раз отметить, сходить в гости. Я их с чем-нибудь одела. С каким-нибудь маленьким чёрным платьем. Сниму мукбанк обязательно в этих серёжках, потому что они просто шикардосные. Ой, Господи. Я очень довольна. Я не ожидала, что такие симпатичные придут в миссию. Вот это вот... У всех такая есть подставка из фикс-прайса, да? Вот она прям нужна была. И никто ей не пользуется. Вот привыкли вот это икеевское под телефон. А вот это вот... Ну, нужна была. Ну, да ладно. Короче, я в этот раз очень довольна своим заказом. Всё пришло идеально. Качество идеальное. Что кресты, что вот эти серьги. Всё, ребята, буду мерить давление. Время 2 часа... Ой, час ночи. У меня ещё варится суп. Ну, как всегда. Пробу я сегодня снимать не буду, потому что нахер. Я прибавила в весе. Суп сварится, и я пойду спать. Выпью сейчас таблеточки, какие мне положены сердечные. И пойду в люлечку. Так, ну что, ребята. С этой работой я стала крайне редко ходить в магазин. В магазин всё время ходит костяна. Сегодня я зашла после работы. Купила костяна. Чё купай? Апельсиновый. Чё купай? Вишнёный. Чё купай? Яблоко корица. Чё купай? Шоколадный. Чё купай? Чёрная смородина. Капец. И ещё одна чёрная смородина. Шесть штук. Шесть штук. Так, дальше что? Кефирчик. Кефирчик пить. Кефирчик. Так, дальше. Кошкам купила кору. В этот раз фриски. Немножко. Десять штучек. Так, ну что, следующий пакет. Так, ну, продолжаем. Венский хлебушек с изюмом. Мой любимый пакетик молока. Бутылочка. Дальше. Вот такой майонез. Самый вкусный майонез в мире. Прованстар. Две штуки взяла. Майонез какой-то уральский пряний. Напробую. Майонез ведро. Дальше. Китайская, пекинскую капусту. Ход в салатик захотела. И целый мешок своих любимых розовых помидор. Так, ну, а еще мороженое. Ну, мороженое брала в холодильник. Так, сейчас посмотрим, на что это вышло. Вот. Две двести. Мне интересно, сколько вышли помидоры. Так, капуста китайская на сто шестьдесят. Томат розовый. О, о, томат розовый на пятьсот рублей. Потому что помидоры розовые. Они что-то сильно подорожают. Да, двести пятьдесят рублей килограмм. Двести пятьдесят девять рублей килограмм. Ну, зато невкусный. В общем, вот как-то так. Сегодня я сходила в магазин. Время. Сейчас ночи. Сейчас я довариваю супчик. И пойду ложиться спать. А это спит уже наш Тузик. Тузик. Наш уже спит. И говорит всем спокойной ночи. В корзинке. В своей любимой корзинке спит Тузик. И говорит всем до завтра. Всем пока. Всем спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.